Пострелять из ружья, найти карту в дымовой завесе, взять языка. Первая областная военно-патриотическая игра «Мужские парни» прошла сегодня в Благовещенске. 18 команд из города и области соревновались в умениях оказывать первую помощь, собирать автоматы, даже стрелять из рогатки. Подробности смотрите в сюжете Кристины Добровольской. Выстрелы, взрывы и крики победителей. Обычный детский лагерь стал полем настоящих боевых действий. Кристина Тимошенко камуфляж примеряет уже не первый раз. За свою команду готова и из ружья стрелять, и флаг украсть. Смеется. Приехать сюда не помешало даже название конкурса «Амурские парни». Никакие исключения, мы тут все на равных. Называется мероприятие «Амурские парни», как вы видите, супермены. Тут девчонки у нас нет, вообще никаких исключений не было. Вперед! Задания для соревнований придумали различные молодежные организации города. Задействовали спасателей, военных и даже членов клуба экстремальных игр. Участникам пришлось не только разбирать автомат, преодолевать полосу препятствий, но и найти карту в задымленной палатке или с помощью инфракрасной камеры отыскать коробку с документами. Поверни левее! Ниже опусти! Стой! Стой! Все, нашли! На соревнования приехали участники не только из Благовещенском. Четыре команды из Райчихинска, Шимановска, Белогорска и Тамбовки тоже решили побороться за звание самых крутых амурских парней. Ребята из Шимановска даже выбрали особую форму, так называемую песчанку, образца 78-го года. Говорят, она приносит им удачу. Быть в команде главное. Держаться друг за друга. Мне кажется, это самое главное. А с мальчиками нашими страшно, вообще нигде не бывает. Как бы предложили идее, понравилось. Посоревноваться с другими командами из других городов. Команды разделили на четыре взвода. Разведчиков, медицинский, снайперский и саперный. И каждому индивидуальные задания. Так, снайперам нужно было пройти полосу препятствий, стрелять по мишеням. Разведке – захватить флаг врага. Организаторы признаются, не ожидали, что по маршруту команды пройдут так быстро. Есть небольшие нюансы. То есть на будущий год мы думаем сделать ее подлиннее. Может быть, более добавим спортивных таких этапов, добавим, может быть, каких-то военных этапов. Все недостатки мы учтем в организации следующих. И все, что получилось, конечно, будем продвигать дальше. Хотелось бы, чтобы это было таким началом очень хорошей, доброй традиции ежегодных, больших, областных, подобных игр. Кристина Добровольская, Сергей Битков. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова